Всем привет! Сегодня мы продолжаем проходить игру растения против зомби и у нас на очереди 16 миссия компании Frostbite Case. Данная миссия у нас последняя в первой части компании Frostbite Case и после прохождения будет у нас какая-то пауза до второй части. Паузу мы заполним более активным прохождением первой части игры растения против зомби, ну и конечно же привычной миссией пенята. На поле у нас целых 6 перенаправлятелей сверху вниз, в таком диагональном расположении. А мы сейчас получаем первое растение, это горящий картофель, колючки и горох. А также мы сейчас получили Charred Guard. Ну и должны получить, как раз мы его сейчас получаем, это Pepper Pult. Вот, надвигается сейчас снежная буря. Что касается сроков второй части компании, то вроде бы я слышу, что должна появиться в первых числах февраля. Всяком случае мне так написали в комментариях. Не знаю так ли это на самом деле, но вероятно, что выйдет она раньше, если добрые люди ее снова выложат в сеть, и я смогу ее скачать, может быть, уже через недельку, может и раньше. А на первой линии у нас очень активно идут к нам зомби. Мы тут поставили Charred Guard и горох. Вновь к нам идет снежный шторм. Получаем Pepper Pult, который садим на четвертой линии. В наличии есть горячий картофель. Тут уже есть, что размораживать, к примеру, колючки на второй линии. То, что мы сейчас отделаем. Движется к нам снежная буря, которая приносит дополнительных противников. По растениям, таким самым боеспособным, есть у нас Pepper Pult. Горох. Я сейчас только заметил, что он у нас стреляет такими сдвоенными горошинами. Что, в принципе, тоже нам поможет. Мы применяем план для гороха на третьей линии. К нам очень близко подошли зомби. И появилась птичка на первой линии. Тут, в принципе, как и у нас, все отборные силы зомби, которые есть в первой части компании Frostbite Case. То же самое по оружию. У нас собраны все вооружения. Плюс еще дополнительно мы получили горох и колючки, которые не с этой компанией. А во второй части будет дополнительное вооружение. Помимо горячего гороха, что-то еще тоже мы получим плюс. У нас на пятой линии появился босс. Какого-то вооружения, чтобы его смогло остановить, пока что у нас нет. Как я уже сказал, тут все вооружения собраны за эту первую часть компании. Есть, конечно же, к такому, но для босса это недостаточно. Так же, как и горох. С другой стороны, у нас есть Чарг Гуард. Он его отталкивает, и это нам сохраняет какое-то время. За это время мы его должны уничтожить. Хотя у нас Чарг Гуард на пятой, так же, как и на четвертой. И на первой уже мало что осталось. Там лишь, по-моему, только на первой линии боеспособный Чарг Гуард. На нас сейчас надвигается снежная буря. И мы изо всех сил отбиваемся от босса. Пока что с переменным успехом. Он нас стеснит. Из вооружения у нас есть только горох, пеппер пул и еще один горох на пятой линии. Будем задерживать, насколько это возможно. Мы сейчас получаем горящий картофель и, наконец-то, убираем босса внизу. Но это радость ненадолго, так как скоро уже финальная часть игры. И, скорее всего, появится дополнительный босс, а может быть даже босс. Получаем сейчас плент и на нас надвигается снежная буря. Мы используем плент для пеппер пул. Очень близко подошли противники на четвертой линии. Мы сейчас там посадили Чарг Гуард для того, чтобы их оттолкнуть. Ну и, естественно, сработал пеппер пул. Часть противников мы смогли убрать. Боже, может и не убрать, но, во всяком случае, снизить их защиту. Отдует к нам арктический ветер. Во многих уже местах наши растения покрылись такой ледяной коркой. И неоднократно были заморожены. Но благодаря горящему картофелям мы смогли их отогревать. На нас надвигается уже финальная волна. Получаем Чарг Гуард, что очень радует. И вновь дует арктический ветер. На первой линии к нам движется очень таким уверенным шагом босс. Так же, как и на третьей линии. В принципе, это означает, что босс, который движется на третьей линии, так или иначе, окажется у нас внизу. А на первой линии он может оказаться на третьей линии. Но я думаю, что до этого не дойдет. Босс, который уже у нас на четвертой, он все-таки на пятой окажется. А вот на первой мы его, возможно, сможем остановить. Там у нас есть Чарг Гуард. Который мы вновь получаем. И нам надо его там посадить на пятой линии. Очень большое скопление зомби. Которых Чарт отталкивает. Плюс появился еще Охотник. Он заморозил у нас еще один Чарт. Там, в принципе, огрызок от него остался. Но, тем не менее, нам поможет. С другой стороны, два Чарт будет слишком. Возможно, мы один из них выкопаем. И посадим дополнительно Пеппер Пулт, если мы его получим. Охотник замораживает Чарт. Пеппер Пулт. Мы его сейчас вновь размораживаем. И выкопали Горох. Вместо него садим Пеппер Пулт. Внизу осталась такая небольшая группа противников. Наверху мы боссы, так же, как и остальных зомби, уже убрали. Осталось буквально немного. Хотя зомби такие все отборные. Тут есть и Охотник. Но Охотник только опасен тем, что он замораживает наше растение. Больше у него никаких особенностей нет. Броня относительно невысокая. И если у нас достаточно много растений, и интенсивность всегда большая, то Охотника убираем с легкостью. В принципе, то же самое касается и босса. Но с боссом нужно время. А иногда времени нет. Так же, как и необходимого вооружения. Мы сейчас размораживаем Чарт Гвард. Уже у нас есть на пятой линии. Три Пеппер Пулт. И я думаю, что дело пойдет повеселее. Мы сейчас получили Плент. Я не думаю, что мы его будем использовать для Пеппер Пулт. Думаю, что используем, если у нас появится Горох. Посадим его на пятой линии. Как раз у нас он появился. И уже прямой наводкой Горох разбирается с помощью Плентан с боссом. Мы проходим данную миссию и получаем ключ от будущих компаний. На этом будем прощаться. Подписывайтесь, комментируйте. До новых встреч. Пока.